Белоснежный песок и гладкая галька уже готовы принять наплыв туристов. По расчетам в этом году Кубанские берега пустят почти 13 миллионов человек. На волне патриотизма после введенных санкций влиться в Черное и Азовское моря, по словам специалистов курортной отрасли, в этом году готовы сразу на миллион отдыхающих больше, чем в прошлом. Цифры, конечно, приятные, как шум прибоя, правда, не во все из них верится, поднимает тему объективности данных по курортной отрасли края Вениамин Кондратьев. На Совете безопасности, посвященному туристическому сезону, глава региона требует не накручивать показатели ради красного словца. Они не нужны ни туристам, ни ему. Очень много блефа, очень много того, что по отрекам отдыхающих не соответствует тому, о чем мы заявляем. Считаю, что мы не знаем реального количества туристов, которые у нас отдыхают. Если Сочи, например, заявляет о 5 миллионах туристов, то где тогда деньги в бюджете от 5 миллионов туристов? Прибыль в таком случае должна быть колоссальной. Тем же накручиванием цифр решит и Геленджик, и Анапа, и другие муниципалитеты. Вопрос для чего? Нам нужны реальные цифры, реальные цифры по муниципалитетам, чтобы мы могли планировать дальнейшее развитие отрасли и понимать, где мы можем добрать, а где не можем. И полбеды, если такой курортный блеф только в цифрах статистики по количеству туристов. Хуже, когда желаемое за действительное выдают в гостиницах, отелях и санаториях. Вывески с предложениями услуг уровня евростандартов не всегда соответствуют содержанию. По словам руководителя региона, это может привести к эффекту обманутых ожиданий, а в дальнейшем и ударить по имиджу кубанских курортов. Нам жизненно необходимо провести классификацию. И я поражен, что главы курортных муниципалитетов не уделяют этому вопросу серьезного внимания. У вас есть самый главный инструмент. Тогда вы возьмите и заявите об этих отелях, которые отказываются пройти классификацию. И тогда будет ясно, что их форма не соответствует их содержанию. И тогда, может быть, меньше у них будет желания отказываться пройти эту классификацию. А если они пойдут на нее, то, конечно, они уже будут подготовлены и по содержанию тоже. Тогда заявленные звездочки внешне будут соответствовать и звездочкам внутри. Мы требуем для себя. Мы требуем для того, чтобы был надлежащий облик у отелей в курортах Шестнодарского края. И потом отдыхающие не говорили о ценах, которые на самом деле не соответствуют тому, что на самом деле люди хотят получить. К началу курортного сезона классификацию, к слову, она добровольная, прошли далеко не все отели и гостиницы. В Сочи свои звезды подтвердили 70% отелей. В Геленджике всего половина. В Анапе и Туапсинском районе и того меньше. 17 и 16% соответственно. Еще одна серьезная тема, которую глава региона поднял на совбезе – состояние пляжей. В край 1200 километров береговой линии. Но под оборудованные пляжи занято не больше 8%. Дикие берега тоже привлекают туристов, напоминает Кондратьев. Но безопасность на них оставляет желать лучшего. В прошлом году на таких территориях погибли больше 200 человек. Главы администрации и контролирующие органы обращают только на те участки, которые, как правило, находятся в пределах видимости и шаговой доступности чиновников. А чуть-чуть отъедьте немножко от Геленджика, от Сочи в сторону. Людей там достаточно, однако санитарное состояние далеко от желаемого. Исполняющий обязанности губернатора под особый контроль требует взять и детский отдых – от перевозок до условий в здравницах. Также Вениамин Кондратьев настаивает на том, чтобы места отдыха были вычищены от контрафактного алкоголя. После его выступления главам курортных городов задумываться о том, каким будет конец сезона, приходится уже до его начала. Я в третий сезон свой вхожу в курортный, но такого пристального внимания до начала курортного сезона со стороны контролирующих служб, со стороны тех, кто задействован в подготовке к сезону, я еще не встречал. Вот я уже, наверное, пятый или шестой раз отчитываюсь по этому вопросу, Венианович. Все, что было сказано, начиная с классификации, состояния пляжей, замещание совершенно правильное. И от того, как мы устраним все эти недостатки, будет зависеть, как люди оценят нашу подготовку и приедут к нам. Одна из действительно приятных тем, прозвучавших на заседании Совета безопасности – окончание ремонта трассы М4 Дон на отрезке от Краснодара до Динской – одно из основных направлений на море. Во время недавней инспекции Вениамин Кондратьев потребовал от дорожников, наконец, закончить ремонт. Те пообещали 15 июня участок сдать и никакого реверсивного движения. Над тем, чтобы нынешний курортный сезон оказался лучшим, работали все вместе. Но отвечать за недостатки придется персонально, пообещал Вениамин Кондратьев. Сегодня вы заявляете, что ничего не мешает, чтобы курортный сезон прошел успешно. Я вас за язык не тянул. Поэтому, если вы взялись, будьте добры, сделайте так, чтобы вопросов в целом не было. Продолжение следует...